сегодня я расскажу вам как пропаганда буквально убила десятки тысяч людей и было это совсем недавно могила еще не полная раздавалась по радио в 94 году и радиоведущий называл адреса куда нужно пойти дорогим радиослушателям и убить там всех радиослушатели так и делали руанда радио тысячи холмов название станции происходит от прозвища руанды земля тысячи холмов заявленной целью станции было создание условий для гармоничного развития в руандийском обществе холмы это важно в низинах сигнал плохо ловится спустя много лет было произведено исследование так вот в местах куда сигнал не доходил жертв почти не было а вот куда доходил там уничтожали всех всех тут си это народность руанду населяют тут си и хуто сотрудниками радиостанции были только хуто радио тысячи холмов было частным но получала финансирование из госбюджета когда все только началось в 1993 году коллективный запад смотрел на это примерно так же как еще совсем недавно на прошу тудей или радио спутник свобода слова уже посвящают тем более что радиоведущие тысячи холмов пользовались фемизмами валите высокие деревья и дальше адреса проживания тут все истребляется тараканов и снова адреса 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 как американские так и французские послы в руанде возражали против принятия мер к этой станции американский представьте себе назвал его лучшим радио для получения информации а его эйфемизмы имеющими различные интерпретации особую роль в разжигании геноцида сыграли политические обозреватели радиостанции среди них ананин курунзиза в его видении были новости и подробные выпуски об иностранной прессе типа как там врут местонахождение ведущего анани до сих пор не установлено но он осужден международным трибуналом по руанде заочно обвинение участие в геноциде главной звездой радио был хэбимана кантану он учился на журфаке в ленинграде кантана скрылся от преследования и умер от спида в конго но это не точно а главред радио тысячи холмов гаспар гаиги сбежал в заир и даже издавал там потом собственную газету но были и те сотрудники пропагандисты которых все-таки арестовали и многих приговорили к пожизненному заключению одна из ведущих валерий бимерики оправдывалась так внимание маргарита симонян мы совершили глупость мы не были бдительными мы верили в то что говорили наши власти мы им доверяли да ну международный трибунал доказал что из-за таких как валерий погибло 51 тысячи человек то есть их убили радиоведущие которые считали себя журналистами а всего за 100 дней геноцида в руанде было уничтожено от полумиллиона до миллиона человек точных данных до сих пор нет пропаганда убивает да и продолжает убивать напишите нам в комментах что вы об этом думаете и как остановить смерть